Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Именно поэтому вы можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес, и вы всегда можете посмотреть нашу программу в интернете на сайте первообразовательный или изгут.ру в разделе прямой эфир. Итак, все хотят быть счастливыми. Мудрецы говорили, счастливым может стать только тот, кто знает и понимает смысл жизни. Вот только вопрос, где и как найти этот смысл? Ведь каждый человек в определенные моменты задумывается об этом. Одни видят смысл в любви, другие в достатке и богатстве, третий в творчестве или карьере, четвертый в семье и детях и так далее. Но понять смысл жизни нелегко и мало кому удавалось до сих пор. Вот гость нашей сегодняшней программы утверждает, что смысл жизни в понимании своей возрастной программы. Более того, для женщин он заключается в одном, а для мужчин совершенно в другом. И потому рецепт достижения счастья для мужчин и женщин абсолютно разный. Так в чем же секрет счастья? Вот об этом мы поговорим сегодня. И у нас в гостях член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, писатель и философ, автор ритмологической системы и структурного гороскопа, друг нашей программы Григорий Семенович Кваша. Здравствуйте, Григорий Семенович. Здравствуйте. Поэтому особое внимание. У них такое количество определения счастья, да и смысла жизни в том числе, что, пожалуйста, выбирай на вкус, что называется. А где главное-то? Итак, что такое счастье, что такое смысл жизни? Ну вот в этом, наверное, беда нашего гуманитарного знания и нашего гуманитарного образования. В том, что там как в хорошем супермаркете, выбирай все, что хочешь. Кому что подходит. Да, десятки вариантов, что, допустим, было бы в химии или физике недопустимо. Потому что в химии хлор есть хлор, его нельзя называть марганцем или железом. А в жизни, вот вы как ученый, что скажете? Можно? Тоже недопустимо вот это большое количество выборов? Да, я считаю, что потихонечку, потихонечку, начиная с 2013 года, особенно после 2025, терминологическую путаницу надо будет прекращать. И даже такое вроде бы широкое понятие, как счастье, придется достаточно серьезно формализовать, если определить все-таки, что это такое. Я думаю, что это, может быть, даже как-то облегчит жизнь человека. Да, конечно. Когда человеку будет, ему будет понятно, вот счастье это вот то-то, то-то, то-то и то-то. А то бедные мучаемся же мы. И тот, кто не хочет счастья, мы их зачислим в борцы против счастья. Да, да, мне вот этого не надо. Просто перечень. Люди же так любят определенность, правда? Когда все ясно, понятно, а так неясно. Счастливый, несчастливый. Ну, вообще нам не объясняют ни в школе, ни родители, не говорят, для чего мы пришли на этот свет, в чем смысл жизни. А в детстве нам кажется, что жизнь вообще бесконечная, что как-нибудь где-нибудь друзья или учителя объяснят нам. Учат чему угодно, но не счастью и не смыслу вот этого нет. Может быть, потому что, опять же, это как вот что-то неопределенное. Смысл жизни, его же не потрогать. Ни запаха, ни ощущения. Не так сложна проблема. Ее чересчур запутали, чересчур усложнили. Я думаю, что некоторые достаточно ясные вещи можно было бы объяснить людям. Но ведь зачем нужен смысл, если масса примеров, когда люди живут, казалось бы, бессмысленно, но счастливы, то есть бессмыслы в жизни. И наоборот, когда человек живет осмысленно, но счастья в жизни нет. Тут очень важный такой момент, что до последних буквально веков, собственно говоря, длительность жизни человека была под большим вопросом. То есть огромное количество людей умирало на войнах, эпидемии и так далее. Ну, не доживали до 40 лет, даже до 30 лет. Огромное количество людей не доживало. Зачем этим людям было рассказывать или искать смысл жизни, когда 25, кто-то от истощения, кто-то от болезни, умирали люди. А сейчас проблема совершенно обратно состоит, что появился гигантский массив долгожителей, то есть целые страны живут по долгу. А чем занять себя? Сейчас проблема в другом. Человечество не разработало занятий на все возрасты. Пытаются людей неправомерно совершенно выпихнуть, пардон, на пенсию, так называемый заслуженный отдых. Хотя в возрастной программе человека никакого отдыха не предусмотрено, никакой пенсии не предусмотрено. То есть получается, что мы как-то безграмотные в отношении своего возрастного пути жизненного, да? Человечество еще не умеет жить долго не в том смысле, что физиологически мы уже готовы, а, скажем, психологически мы на долгую жизнь не настроены, мы не знаем, что делать. Да, вот мы не знаем, действительно. В армии отслужили, образование получили, карьеру сделали, пенсию заработали. Что дальше? Вообще неправильно. Прожигаем жизнь просто, не зная о себе ничего. Поэтому я думаю, что в этом как бы состоит ценность вашего труда и открытия, ваш возрастной гороскоп и то, что вы написали о системе возрастов, о чем мы сегодня и поговорим. И о смысле каждого возраста, да? Ну, вот скажем так, в чем обычно заключается человеческое счастье и смысл жизни? Не будем их приравнивать друг к другу, да, и не будем сильно углубляться в эти понятия, потому что наша сегодняшняя встреча немножечко о другом. Но, тем не менее, это здоровье, да, это дом, семья, работа. Нет, нет. Нужно для того, чтобы определиться со смыслом и счастьем, нужно в первую очередь разделить жизнь хотя бы на три участка. По смыслу они равны, по длительности они немножко отличаются. Содержание... То есть, простите, Игорь Васильевич, вот эти определения, о которых пишут, что в чем заключается основной смысл жизни? В основном это... Вот эта звезда, так называемая, пять понятий, это неправильно. Нет, потому что адресуется к всего одной возрастной группе, так называемой молодости 12 до 40. В основном все эти формулировки для единственной возрастной группы. К активному периоду жизни, да? Да. А на самом деле нужно рассмотреть все три участка. От рождения до 12, детства, в нем огромная смысловая нагрузка. Почему-то о детях очень мало говорят. Считается, что они вот подчиняются, так сказать, взрослым и будут делать то, что нужно... То, что надо вырасти, а потом уже прийти к серьезному договору. Потом считается, переоценивается, слишком переоценивается период с 12 до 40. Все наши усилия, все устремления на вот этот участок. А после 40 лет, ну, люди как бы считаются отработанным уже материалом. И как бы особенно там после 55, как бы они уже нам не нужны. Спрашивается, зачем же... Да, посмотрите на объявления в газетах, что требуется... Зачем же возрастная программа в 40 лет только, только, всего-навсего начинается 9-й возраст, потом в 55 начинается 10-й возраст, в 70-й, 11-й и 85-й еще заложен один возрастной переход, начинается 12-й возраст, 12-й возраст, в котором тоже много смысла. А все это у нас одним словом замазана пенсия. И генетики, и, кстати, если почитать Библию, то там же дается тот возраст, который может прожить человек. Век. 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 Человечий век. 100 лет. 100 лет. Но даже больше 100 лет. Больше не надо. Больше не надо. Дай Бог, чтобы эти 100 были наполнены. Потому что очень много людей определенного возраста, которые говорят, мы не знаем, что делать. Вот Господь Бог жизнь не забирает, а чем занять ее, никто нам не объясняет. Знаете, в этом смысле, мне кажется, очень губительно для некоторых людей, я знаю по ближайшему окружению, пенсия, так называемая. Губительно для всех. Уход человек на пенсию. Хотя со мной могут сейчас не согласиться очень многие, кто-то мечтает уйти на пенсию. Я с вами соглашусь. И об этом же идет активное обсуждение пенсионного возраста. Но я вижу по людям, человек ушел на пенсию и начинается деградация, независимо от него самого. Нет, деньги давать надо. Но вот это слово надо убрать. И вот это слово ушел или ушли, надо убрать. То есть деньги пусть платят. Мы не против. Деньги за выслугу лет, за достижение определенного возраста, пусть платят государственные деньги. Человек потратил свои силы и здоровье. Плохого не будет. Но не надо это называть заслуженным отдыхом, не надо это называть пенсией. Потому что мы сегодня об этом поговорим. Там огромная смысловая нагрузка именно ложится на эти возрасты. То, что как бы вредит человеку в определенном смысле. Но если вот мы будем говорить о женщинах, там непосредственно причиной заболевания именно будет уход на пенсию. Будем говорить о женщинах, конечно. И о мужчинах обязательно будем говорить. Итак, чем так важен для человека вот этот вопрос понимания собственного смысла жизни? Что он дает человеку для его здоровья физического, психологического? Смотрите, вот мы говорим, что для многих людей смысл жизни в семье – воспитание детей. То есть, если… Дело же не в том, что там государство нам платит или еще что-то. Продление рода – это та программа, которая во всех нас живет, во всех нас заложена. Мы хотим, чтобы у нас были дети. Но смотрите, рождается мальчик или девочка, и государство, и общество ждет от них примерно одного и того же. Это большая ошибка, грандиозная. Смысл жизни мальчика и смысл жизни девочки от рождения до 12 лет диаметрально противоположен. То есть у нас неправильно выстроенная система. Педагогика абсолютно неправильно выстроена. Значит, девочка от рождения до 12 лет, весь ее смысл существования состоит в абсолютной свободе. Внутренней свободе, в первую очередь. То есть девочка от рождения до 12 лет, в принципе, не должна быть объектом какой-то насильственной, жесткой педагогики. Каким-то удивительным образом девочки, в отличие от мальчика, очень многое наследуют, очень многое умеют сами делать, и многое делают как подражатели. Ради бога, если девочка от рождения до 12 лет хочет кому-то подражать, старшему брату, отцу, маме, кому угодно, ради бога. Но любая насильственная педагогика, она просто девочку ломает. То есть от рождения до 12 лет никаких специальных педагогических направленных действий в сторону девочки делать не нужно. У мальчиков ситуации противоположны. От рождения до 12 лет каждый день на вес золота, каждый день должен находиться под очень сильным контролем и очень сильным давлением. Потому что у мальчика от рождения до 12 лет идет так называемая комплектация. Там 4 возраста. В первом возрасте он комплектуется по энергетике. То есть уже от рождения до года закладывается вся энергетическая база мальчика. И посмотрите, те народы, у которых рождение мальчика это большой праздник, когда целые роды собираются, там, я не знаю, села и так далее. У тех люди, как правило, мужчины, очень целенаправленные, очень энергичные. А те, кто родился и родился и забыли, это уже закладка вялой достаточно энергетики. От рождения до 3 лет идет комплектация по физиологии. То есть все будущее здоровья мальчика закладывается с года до 3. С 3 до 7 закладывается так называемая эмоциональная сфера. То есть будет он позитивным человеком или он будет нытиком. В этом смысле, допустим, наша система категорически против такого тотального увлечения детским садом для мальчиков. В очень небольшом количестве и в очень маленьких дозах, а идеально было бы вообще для мальчиков обойтись без детского сада, он не нужен. Мальчику нужна мама. Эмоциональный контакт наибольший, так сказать, он достигает именно с мамой. И вот эмоциональный фон детский сад закладывает всегда плохой. А для девочек он не так болезнен, детский сад? Для девочек нет. Но опять, девочка, ее свобода, так сказать, в принципе... Детский садик же ограничивает? Ну, там свобода действий в основном. Наша рекомендация по третьему девчоночному возрасту, она состоит в том, что девочка в третьем возрасте уже в определенном смысле маленькая женщина. Она должна научиться манипулировать мужчинами. Идеальный объект это отец. То есть девочки в третьем возрасте с 3 до 7. Если у них есть любящий папа, и достаточно пассивный, скажем, уставший на работе папа, они уже начинают пробовать свои педагогические способности, начинают его папу воспитывать, учить его уму разума. Вот у девочек, у которых был такой папа, у них в жизни не будет проблем никаких. Они замечательно выйдут замуж, и все у них будет хорошо. Вот как раз девчоночная проблема в отсутствии папы. Вот в этот период времени, да? Детский сад здесь тоже ни при чем. И, наконец, в четвертом возрасте у мальчиков закладывается, опять же, мораль на всю оставшуюся жизнь, мораль системы мышления. А мы их отправляем в начальную школу, где, в общем-то, ну, может быть, в советской школе и прививалась какая-то мораль, а сейчас я не знаю, насколько, так сказать, учителя начальной школы... Ведь у нас, как говорят, знание. До 12 лет знание не главное. Знание и сила, да. Знание он еще много наберет в жизни. Самое главное, чтобы ему дали установку, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, как мыслить, логически или сумбурно, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у мальчика от рождения до 12 лет каждый день на вес золота, потому что уже в 12 лет у мальчиков начинается так называемая карьера. В 12, не в 13, не в 14, не в 17, не в 25, а именно в 12 лет. Заметь, то есть он уже становится взрослым практически человеком, самостоятельным. Да, да. А сейчас, опять же, наша система образования и наша жизнь, она настроена на то, что делать из мальчиков таких инфантильных, так сказать... И этот возраст, младенчество продлевается аж до 30 лет. Это очень неправильно. То есть у нас девочек передавливают до 12 лет, а мальчиков не додавливают. То есть к 12 годам он должен быть абсолютно уже готов к выходу в социум, к началу карьеры. У нас просто, простите, поступают звонки. И все-таки, к каким, прежде чем послушаем звонок, к каким проблемам в обществе это приводит? Вот пережимают девочек и, скажем так, недовоспитывают мальчиков. Но главные проблемы в обществе уже начинаются с 12 до 17 лет. Это очень, прямо скажем, нехороший возраст, жесткий возраст, переходный. И к нему нужны жесткие меры. То есть мальчики с 12 лет начинают карьеру. Что это означает? Это означает, что кто-то, у кого есть музыкальный талант, с 12 лет уже в музыкальной школе уже на конкурсы ездит. У кого есть спортивный талант, тот уже в спортивной школе или в спортивном интернате. И он уже занимается спортивной карьерой, физмат-школы. То есть должны появиться какие-то результаты, да, вот в первоначальной деятельности? Да, уже должно быть соревнование. Это может быть даже не быть твоей профессией на всю оставшуюся жизнь, но ты уже должен быть в соревновательной атмосфере. А вот самое страшное, это с теми, кто не попал ни в физмат-школу, ни в спорт-школу, ни в музыкальную. Они просто болтаются на улице, либо болтаются в так называемой средней школе, которая ничего им не дает. Она, по сути дела, средняя школа уже не нужна. Очень хороший вариант, как ни странно, это Суворовские и Нахимовские училища. Кадетские корпуса. Кадетские корпуса и так далее, которые как раз-таки вовлекают мальчиков в эту жесткую атмосферу соревновательную. То есть с 12 до 17 лет очень в жестких обстоятельствах должен мальчик находиться. А все, кто за бортом вот этих систем, они, собственно говоря, и становятся питательной средой для создания преступности. Дети улиц, да? Они не родители. Алкоголизм, наркомания, преступность. Все родом из пятого возраста, как раз из тех мальчиков, которые не были в спецшколах или в Суворовских Нахимовских училищах. Хорошо, давайте послушаем звонок наших зрителей и продолжим нашу беседу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Вот у меня такая ситуация, я сейчас развожусь. У меня двое детей, сыновей трех и семи лет. Не уверена, что мы после процесса развода часто будем видеть нашего папу. И очень переживаю, справлюсь ли я с этим. Спасибо. Простите, какой возраст ваших сыновей? Ну, небольшие, по-моему, дети, женщина срывалась. Ну, конечно, ситуация нелегкая, но, во-первых, я думаю, по закону все-таки финансовая помощь будет оказываться со стороны их отца. А что касается присутствия отца, вот многие говорят, что у мальчика должен быть пример отца. Мы как раз эту систему не поддержим. Мальчики, как правило, отцу не наследуют. Они наследуют скорее деду. То есть важнее даже для мальчиков дед, как пример. Отец, как пример, им по большому счету не нужен. Дети очень редко продолжают дело отцов. Скорее всего, дело дедов. Иногда бывают такие экзотические варианты дяди почему-то. А просто какое-то влиятельное, не знаю, лицо мужского пола? А что касается... Нет, нет. Для воспитания мальчика... Какой-то пример, знаете, такой учитель, не знаю, тренер. Для воспитания мальчика, в первую очередь, нужна мама и, может быть, даже учительница. Потому что присутствие мужчины вообще в жизни мальчика, особенно в третьем возрасте, оно бывает очень, скорее, негативным, чем позитивным. Потому что очень нежное существо, мужчина, живущий рядом, передавливает мальчика, задавливает его. А женщина как раз его выращивает. Как раз при нашем подходе мать гораздо важнее. Я думаю, что более высокая ответственность в отсутствии отца как раз будет стимулировать раннее, достаточно раннее взросление этих мальчиков. Я думаю, все у них будет хорошо. Хорошо. Может быть, на что-то следует обратить особое внимание, потому что часто мамы говорят, что я боюсь, что я не справлюсь с мальчиком. Нет, нет, справятся. С девочкой справлюсь. Когда девочка растет, а с мальчиками... Нужна любовь. А с мальчиками... Мужчине нужно, чтобы в него верили. От мамы требуется одно, чтобы она верила. То есть, вы понимаете, в чем проблема вообще женщины, живущие с мужем? Муж сегодня есть, а завтра есть он или нет, никто не знает. Сын – это тот мужчина, который у вас навсегда. В ваших силах вырастить из него гения, в ваших силах вырастить из него человека, который всегда будет думать о вас. Куда денется сын? Сын не денется куда? Он все равно будет идти к маме. Мать ему никто не заменит. Ну, да, конечно, он потом тоже женится, но все равно. Мама есть мама. Ее заменить невозможно. В этом великое счастье женщины, что у нее есть сыновья. Гораздо больше я сочувствую женщинам, у которых дочки. Хотя почему-то многие женщины хотят, чтобы у них были дочки, но это не совсем. То есть, верить и любить своих сыновей. Верить и любить обязательно. И не бояться, что вы с ними не справитесь. Это относится к темам, которые растят сыновей одни. А в 12 лет, понимаете, ну, я не хочу там экстремально вспоминать исторические обстоятельства, когда и в 11, и в 12 лет уже мальчики у станков стояли. Это же было все. Ну, конечно. Но, в принципе, инфантильность не лучшее сопровождение. Лучше всего, чтобы мальчик уже в 12 лет чувствовал себя, если не мужчиной, то хотя бы достаточно самостоятельным человеком. Ну, и каким-то помощником для мамы, да? Нет, помощником нет. Он должен в первую очередь соревноваться. Он должен соревноваться, он должен побеждать. Вот смысл жизни мужчины, мы об этом еще будем говорить, именно в победе. То есть главное для мужчины не в том, чтобы у него там было, я не знаю, что-то вкусненькое и много денег. Главным смыслом в жизни мужчины именно победа. Но некоторые побеждают в деньгах, то есть побеждают и в этом видят победу. Да, некоторые, не веря в свои, так сказать, внутренние победы, предпочитают победы внешние. Там длинные автомобили, дорогая дача, много денег на счету. Тоже вариант. Вариант одержания победы. То есть вот мы как раз подойдем к тому, что начав карьеру в 12 лет, мальчики учатся побеждать. Всегда главная задача в жизни мальчика и мужчины это победить. До 12 лет побеждать не надо. Да, мы, конечно, поговорим еще и о качестве этой победы, потому что можно просто, знаете, драться на улицах. Так в том-то все и дело, что если мы не заняли вот этих мальчиков в этих спецшколах, где им просто не до драк. Потому что если вы соревнуетесь на скрипке, так нужно играть на ней все время. Ага, то есть надо дать в руки подрастающему мужчине правильные занятия. Если вы не взяли в Нахимовское училище, в музыкальную школу, спорт и интернат, они выходят на улицу и начинают соревноваться в чем? Кто разобьет витрину, кто что-то сворует или просто драться между собой. Да, это очень важно, конечно. Они все равно будут соревноваться. Но тут они соревнуются под нашим присмотром, под присмотром педагогов. А там они соревнуются под присмотром уголовников. То есть смотря в чем соревноваться и как. Они все равно будут соревноваться. Конечно. Григорий Васильевич, насколько я понимаю, что для понимания смысла собственной жизни и, соответственно, создания счастливой атмосферы в своей жизни, нужно все-таки, прежде всего, понимать, что если ребенок родился, и первое, правильно воспитывать, знать, как воспитывать мальчика и как воспитывать девочку. То есть мальчика воспитывать очень мощно, очень продуманно, по очень сильному плану, а девочку постараться почти не воспитывать. Вы в основном о мальчиках сейчас рассказывали, я думаю, что мы сейчас и о девочках тоже поговорим. И, конечно же, это первое правило. Второе, надо дальше знать свои этапы возрастные и характеристику каждого этапа, осознавать это и быть грамотным, скажем так, в каждом отрезке своей жизни. Вот тебе и смысл жизни. И я думаю, что, понимая это, можно и стать счастливым человеком. Ну, конкретная инструкция у нас есть по каждому возрасту, но главное, что нужно понять, к 12 годам из мальчика надо вырастить уже очень серьезного бойца, скомплектованного по всем параметрам. Бодрого, позитивного, веселого, физиологически мощного, вооруженного хорошей жизненной моралью, установкой. А девочки? А девочка к 12 годам, по сути дела, либо немножко такое дикое существо. Свободное, да? Свободное, дикое, которое делало все детство, что хотело, потому что некогда было за ней смотреть. Это очень хороший результат. Либо так называемые девочки-копирующие. Как правило, старшего брата или маму или отца у них очень большой вот этот инстинкт подражания. То есть они вот просто подражали. Но это их опять внутреннее, понимаете, мы им не навязали это подражание. Они подражали кому хотели. Кто-то английской королеве, кто-то маме, кто-то старшему брату. То есть за это не стоит родителям ругать своих дочерей, когда они говорят, перестань обезьянничать перед зеркалом. Что вы, Боже, сохранили. Это как раз отражение их внутренней свободы. Пусть делают, что хотят. И в этом смысле очень хорошо, когда в воспитании девочки как раз принимает участие отец, потому что отцы плохие педагоги. Это именно то, что нужно для воспитания девочки. Плохой в педагогическом смысле папа. Ленивый, уставший, но любящий. Замечательно. Ну, а мы сейчас должны уйти на рекламу. И после рекламы продолжим наш разговор. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Сегодня мы говорим о смысле каждого возраста и насколько он важен для нас. Поэтому готовьте свои вопросы. Сегодня у нас гостя Григорий Семенович Квашан.